Приветствую, уважаемые! Ну что же, в сегодняшнем выпуске постфактума мы посмотрим на смартфон ZTE Nubia Z9 Mini. Да, вот такое вот длинное название. Сам смартфон не очень большой по современным меркам, всего 5 дюймов. Да, он тоже не очень мощный, собственно говоря. Но я его все равно себе приобрел еще до лета, поэтому вы можете посчитать, сколько прошло до сегодняшнего момента. То есть уже больше 4 месяцев. Что я могу рассказать по поводу вот этих самых 4 с копейками месяцев использования? Это китайский смартфон. Когда он пригнан оттуда со своей родиной исторической, он показывает себя во всей китайской красе. То есть, есть хорошая сборка, никаких особых претензий по каким-то тактильным ощущениям нету. Он довольно прочный, надо отдать должное. Но при этом то, что творится внутри в плане программ, там совершенно какая-то дичь и сатанизм. Потому что первая прошивка, которую я видел, представляла собой совершенно безумное сочетание русского, английского, китайского и квадратского. Ну, то есть, кубиков таких. Кстати, то же самое я примерно наблюдал, когда я получил OnePlus 2. То же самое совершенно было. И здесь было. Потом, правда, пришла какая-то новая прошивка, которая сильно, кстати, улучшила все и вся. То есть, меньше глюков, меньше проблем. Работать стал заметно, просто намного заметно быстрее. И что интересно, после прошивки сильно изменилась цветопередача экрана. То есть, если раньше он был какой-то гиперконтрастный, темный, там многие полутона куда-то съезжали в черную область, то сейчас я хотя бы вижу. Я, честно говоря, никогда не видел вот такой вот настолько глобальной разницы между тем, что было и тем, что стало на одном и том же железе. Тем не менее, китайцы умудрились это сделать. Но они все равно оставили проблемы в виде маленьких значков в шторке, очень мелких шрифтов, очень мелких элементов, в которые приходится вглядываться постоянно. Ну и, конечно, остались проблемы с программной частью. Давайте посмотрим. Давайте начнем с того, как же эта штука просыпается. Во-первых, у нее есть механизм, который позволяет отслеживать наличие телефона в сумке или в кармане. То есть, не разблокировать в ненужных ситуациях. Вот давайте закроем верхнюю часть и попытаемся его включить. Он выдает предупреждение, да, пожалуйста, не закрывайте верхний край экрана. Закрываем верхний край экрана и спокойно разблокируем. То есть, эта штука не всегда работает. Реальное срабатывание один из пяти, один из семи. Причем, как бы вы не закрывали. Могу даже подтвердить еще раз, пожалуйста. Видите, совершенно спокойно разблокирую, держа руку на всех возможных сенсорах и камерах. Второй момент. Значит, технологии есть тэп-тэп, то есть двойное касание по экрану должно пробуждать его. Вот он проснулся только вот через такое время. Это дольше всех на рынке. Следующий момент. Снизу есть вот такое вот колечко, которое позволяет его разблокировать в естественном состоянии, вот потянув, допустим, палец вверх. Если мы потянем вправо-влево, мы или запустим камеру, или запустим звонок. Но, когда вы реально используете телефон в обычной жизни, чаще всего происходит движение куда-то вот сюда. И, кстати, заметьте, почему-то вылезает музыка. Я держу палец на кнопке фотографии. Вылезает музыка. Она здесь не была, она не запущена. Там ничего не играет, но тем не менее. Как вы видите, у меня не получается перевести вверх. Вот только вот здесь. То есть при обычном использовании чаще всего вы разблокируете в камеру или в звонок, но не просто снимаете блокировку. Шторка. Шторка не супер информативна. И самое паршивое, что здесь, как обычно, есть плохая локализация. Вот здесь вот посмотрите, передача геоданных половина отрезана, экран отрезана. Но это, кстати, вполне себе неплохо. Потому что то, что у него было по умолчанию в прошивке, вообще не поддавалось логическому описанию. Там отвратительное качество было. Там вообще половина на английском. Здесь хотя бы поправили как-то по-русски. Разделенный экран позволяет вам запускать несколько приложений. Но, что интересно, у ZTE здесь можно именно рабочие столы даже использовать свои. То есть не то, что два приложения работают, а просто именно два экрана. Независимых совершенно. Вот сейчас как бы СМС там пустой. То есть ничего нового нету. Открываем. У меня четыре новых СМС. Закрываем. Там все равно такой маленький шарик красный висит. Я молчу о том, что красный на зеленом выглядит довольно стрёмно, неприятно, как-то глаз режет. Но, тем не менее, согласитесь, это все-таки нездоровая штука, когда вы даже не знаете, сколько реальных уведомлений у вас в папке. Здесь вот очень нравится в специальных возможностях параметр умное лицо. То есть надо, видимо, умное лицо делать. Видите, смарт-переключатель кожи. Это, кстати, вот к вопросу о локализации. То есть это именно умный чехол, который позволяет там на магнитах открывать, закрывать, блокировать. Вот насколько бывает маразм. Жесты. Видите, блокировка экрана ладонью. Да, это работает. Есть такая штука, как желаемый скриншот, произвольный скриншот. Вырезали, а теперь смотрите, что внизу происходит. Совершенно адовая какая-то дичь с локализацией. Да ладно дичь с локализацией, но вот эта вот вытянутая вот кнопка отмена, это что-то с чем-то. Скриншот тремя пальцами, да, вот. То есть, во, видите, сработал наконец-то. Глючный. Я к чему? Ну, постоянно. Глючный софт. Немного вам теперь расскажу про камеру. Камера-то здесь, конечно, хорошая, но почему-то у него на рабочем столе вынесены все вот эти самые режимы съемки. То есть она не внутри камеры, а снаружи валяется. Это отдельный рабочий стол. Вот, пожалуйста, показываю. Обычный таймер съемки, все просто. Мульти-экспозиция. Мульти-экспозиция позволяет вам снять два кадра и наложить один на другой по определенному принципу. Можно это, естественно, сделать потом. Дальше. Light painting. То есть рисуете чем-то таким светящимся, получается неплохая картинка. Кстати, довольно интересно. Диафрагма, он вроде как показывает возможности управления этой самой диафрагмой, но там все очень странно. То есть это все программное размытие, но зато можно установить странную выдержку. Там 8 секунд. Какую-то большую. Да и вообще, в камере здесь есть возможность настроить еще баланс белого, фокус ручками понастраивать. Причем у него фокус пикинг есть с помощью красных каких-то полосок. То есть штука, в принципе, не то, чтобы очень простая. Но опять же, она глючная, она глючная, она вылетает, что-то делает не то и так далее. Панорама, медленный затвор. Еще один режим. Здесь автоматически большая выдержка. Мы можем 20 минут поставить экспозицию. Даже 21 минуту. Дальше. Звездный путь. То же самое, большая выдержка. Траектория. Он показывает несколько этих самых движений. И очистка объекта. Штука, которая снимает такой-то план. Там люди ходят, она выбирает движущийся объект и удаляет из кадра. По итогам машинка у меня работает. Работает она в принципе-то не очень плохо, но правда не больше, чем один день. Может сдохнуть даже пораньше. Самая большая, самая неприятная часть с ней, это то, что она вообще никак не слышна, не видна. То есть она у вас лежит в сумке, все, нету ни вибры, ни звука. Не в плане того, что он вырубается там, а они оба тихие. Звук, он вроде как резкий, вроде как пронзительный, но положили в сумку, положили в карман, все, вы его не слышите вообще. Причем даже на улице могут особенно не орать, но вы пропустите звонок гарантированно. Вибру я не ощущаю нормально даже в руках, когда я держу. То есть она такая еле-еле подергивающаяся, такие конвульсии таракана какие-то. Ну не виброзвонок, то есть это совершенно что-то безумное страшное. Поэтому вот этот конвульсивный таракан меня постоянно подводил. То есть я периодически достаю, смотрю, о, там 10 пропущенных звонков. Ну конечно же. Хорошо, там есть другие смартфоны, с которыми я постоянно хожу, там туда дозваниваются. Но тем не менее, сам факт, что вы можете при единственном этом смартфоне остаться без нормального диалога, да, вы можете пропустить какие-то шансы, он сильно-сильно огорчает. В остальном он стоит порядка сейчас 16 тысяч рублей, если я не путаю. Может быть там курсы, конечно, туда-сюда ползают, поэтому все бывает. Но тем не менее, я где-то видел за 16 у нас, можно там найти за 14, может быть даже за 13 уже где-нибудь кто-то выложил со скидками. Тем не менее, 10 раз подумайте, прежде чем покупать этот смартфон. Он глючный, до сих пор глючный. Если вы хотите, конечно, вы можете развлекаться перепрошивками на что-нибудь другое. Но если вы не любите этим заниматься, если вам неинтересно, вы хотите просто достать, поставить нужное приложение и пользоваться, это не ваш вариант. Ну и тем более, никакие прошивки, к сожалению, пока не исправили ситуацию с очень тихим динамиком и очень дохлой виброй. А уж вибру, как вы понимаете, исправить невозможно, там какой есть эксцентрик, такой уже и есть. Все, на сегодня все, я прощаю с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.